29 апреля 2024 год. Послушайте, опять началась эта фиготинь по поводу мирных переговоров. Как только получают расисты трендюлей под Киевом в 22 году, или сейчас нам оружие наконец-то дали нормальными объемами, начинается вот этот пиз. Американцы пиз-пиз кричат мир-мир. Немцы в этом дювельте что-то начинают рассказывать. Мир? Какой мир? Князь мира нашелся у нас, да? Знаете, да, как по-английски? Князь мира. В мире не в смысле как глобуса, шарика, а в мире как перемирия. Пиз это мир, а дюк это князь. Князь мира пиздюк. Кто у нас в мире, оглянитесь вокруг себя, пиздюк. Это чистое английское произношение. Выбачайте. Кто собирается с этим гномом разговаривать? В чем смысл? Он уже, понимаете, там какие-то договоры, там что-то, что-то какие-то войска у нас будут определенного размера. Что-то мы в какие-то коалиции не будем вступать. Так мы не были в никаких коалициях в 13 году. Мы были в неблохом государствах в Конституции. У нас о границах, блин, закон подписал, ну, это разграничение, лично этот ВВ Путин, блин, в 2003 году. Большой договор подписал лично ВВ Путин в 2009, по-моему, году. О чем можно разговаривать с человеком, который нарушает свои договоры, ну, просто, по щелчку пальцев? Князь мира это, да? Не библейский совершенно, конечно, а просто пиздюк. То есть, князь мира. В английском это так звучит. Кто мне там рассказывает, что мы их никогда не задавим? О чем вы вообще? Самая большая страна мира, да, но вы смотрите на динамику. Это самая большая страна мира, допустим, 150 лет назад была на треть больше, чем сейчас. На треть. То есть, вот она сейчас самая большая, а она была на треть больше. То есть, начиная там с Аляски, которую они продали, заканчивая теми 14 республиками, от которых они вынуждены были отказаться. Понимаете? Ну, то есть, это же не просто так люди отдают эти территории. И Аляску они продали не от хорошей жизни. И Советский Союз, они развалили суверенитет. Россия объявила, Российская Федерация, РСФСР объявила раньше, чем Украина. Вы в курсе, да? 12 июня 1990 года. На месяц и на два раньше, чем Украина. От хорошей жизни? Нет, не от хорошей жизни. В Российскую империю входили когда-то и Финляндия, и Польша, и часть Ирана. Где это сейчас все? Я уже не говорю про эти 14 республик. От Казахстана до Украины, там, со всеми странами Балтии. Смотрите на динамику. Она большая, но она усыхает, как шагреневая кожа. Я уже не говорю о качестве личного состава, блин, который там живет. Вы рожденцы эти оставшиеся, которые только умеют, что насиловать, убивать, грабить. Атомная страна с ядерным оружием не победим. Как не победим? Америка вы витами трендюлей получила. Причем от вьетнамцев трендюлей получала такая ядерная страна, как Китай. Китайцы тоже нападали на Вьетнам. Вы понимаете разницу между Вьетнамом и Украиной, допустим? То есть, по вооружению, от Вьетнама получали трендюлей американцы со своей ядерной бомбой, и китайцы со своей ядерной бомбой, и французы со своей ядерной бомбой. Ну, не знаю, француза на тот момент была, тогда, наверное, была уже ядерная бомба. Единственная страна Европы, имеющая данное оружие, получила трендюлей от вьетнамцев. Три ядерные страны получили трендюлей от вьетнамцев. Так что не надо мне рассказывать, а Советский Союз не получил тренды, блин, в Афганистане? Или это была не ядерная держава? А Китай, ну хорошо, Китай тоже был ядерный, на Острове-Даманском трендюле и дал Советскому Союзу. Смотрите на динамику, народ. Ну, сейчас у них там все хорошо, да это не хорошо, понимаете? Если вы смотрите, то есть уже два года полномасштабной войны, третий год идет, а у них там экономика растет. Вы что, ребят, какая экономика растет? У ребят было там 300 миллиардов, они откладывали в фонд, потому что на нефть небольшие прибыли были. 300 миллиардов, сейчас это заморожено, они этого уже не получат никогда. Они либо отдадут это нам на репарации, либо просто сейчас нам их дадут, чтобы использовать для закупки оружия, чтобы тех же расистов мочить. 300 миллиардов. Сейчас они в этот фонд не откладывают, они все эти деньги с колес пускают куда? На войну. И как там у нас ВВП растет? Они сделали на 20 танков больше, сильно народ этого лучше стал жить, что этот танк выехал на поле и сгорел там от ФПВ-шек наших. Понимаете? То есть смотрите динамику. Да, если ты смотришь на этого больного Ганарена, у него те же самые две ноги, но у него эти две ноги уже, блин, черные, понимаете? Трупными пятнами уже пошел этот огрызок. Так что не переживайте, никаких переговоров. Они именно тогда и давят, они только на то и рассчитывают, чтобы мы сдались. Сейчас приходят, вы видели эти просто колонны техники, которые сейчас едут через Польшу, через Румынию к нам? Конечно, они сейчас замириться хотят, чтобы мы там хоть на какие-то условия пошли. Мы их просто должны перемочить всех тут, просто превратить в чернозем. Понятно? Чтобы не было, потому что они выйдут себе, залежут раны там, чем останется, блин, и полезут обратно нас. Ну что, это ж так было, да? Мы в 14-м году там какие-то минские договоренности были. Чем это закончилось? У нас в 21-м году, сколько там погибших было в так называемом ДНР, по их же данным? 8 человек за год от случайных прилетов там, да, гражданских погибло. За все 8 лет этой войны, блин, так это ж опять же, это ж война с Россией была. До 14-го года, до аннексии Крыма у нас, я же говорю, у нас армия не была. То есть мы отказались от призыва в армию, на срочную службу, отказались. Мы отдали ядерное оружие Российской Федерации в 94-м году. О чем вы хотите с ними договариваться? Это вы рожденцы, которые пользуются чужой слабостью, блин, для того, чтобы, блин, доверчивостью, потому что я лично до 13-го года вполне доверял России, был лоялен к России. Они этим всем пользуются для того, чтобы, блин, ударить тебя, блин, побольнее, посильнее, блин, чтобы ты уже не встал. Но, блин, этот вялый гном, блин, сдохнет мне сегодня-завтра. С ним договариваться ничего никто уже не будет. Его либо своей табакеркой там долбанут, либо сдреснет куда-то под видом того, что его кончили. Никаких договоров. С кем начинаешь договаривать? Если кто первый пойдет договариваться с этими утырками, блин, нафиг, тот предатель. Вот просто запоминайте это. Это же, блин, не мною сказано. Все будет Украина.